Привет собачка, жрать хочешь? Друзья всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свапа агро. Что мы друзья будем сегодня делать? Во-первых друзья, у нас созрело наше седьмое поле. Как я уже говорил, мы собираемся покупать сепаратор и сегодня мы это сделаем. Соответственно уберем это поле и запустим сепаратор. И будем уже продавать очищенное зерно, которое стоит дороже. Здесь у нас пшеничка растет, поэтому все будет огонь. Плюс друзья, для зарабатывания денег я набрал немножко контрактов. Ну удобрения это само собой, они быстро делаются и довольно таки просто. И взял я также уборка урожая на первом поле, всего лишь за 11 тысяч. Первое поле у нас находится в самом низу карты, отвезти нужно в пекарню, которая тоже рядом находится. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы с уборкой. Единственное, там растет подсолнечник, у нас нет техники для уборки подсолнечника, поэтому я арендовал для этого технику, которая стоит около магазина. Плюс друзья, в прошлый раз я спрашивал ваше мнение по поводу отечественной, скажем так, техники. И в общем-то пришел к такому мнению, что в принципе немножко разбавить можно. Все равно на более поздних этапах игры отечественная техника не будет тупо справляться с этим всем. В общем-то менять нашу технику я решил, что не буду. Она у нас останется то, что мы купили уже. А потом будем добавлять. Я себе поставил пару модов, точнее пару паков именно, вот целых. Не спрашивайте меня, пожалуйста, где его скачать. Выкладывать я его тоже не буду, он дохрена весит, там порядка 4 гигов. Там куча всякой фигни, начиная от старых, вот гомсельмаши, всякие нивы, rsm-овские и так далее. И заканчивая более-менее свежими такими вещами, типа торума, которого выпилили из этой игры. То же самое касается тракторов и всего прочего. Если в гугле написать пак отечественной техники для ФС-19, по первой ссылке вы его найдете, причем более свежий. И так как, друзья, у нас в принципе тут всего лишь два трактора. Один из них будет у нас ездить с прицепом, вот с этим вот желтеньким. И возить, соответственно, разгружать наш комбайн и ездить на сепарат-то разгружаться. А второй будет следом соломку забирать, кстати говоря. То на выполнение контракта стоит все-таки что-то прикупить. И вот тут я думаю, что вполне можно купить что-нибудь совковое, которое будет ездить и удобрять чужие поля. Почему бы нет? Вот такая вот хреновина, разбросом 6,5 метров, 8000 литров кузов у него. Вполне-вполне норм, можно даже что-то покрасить. Он не оранжевый, здесь не смотрится. Хотя, если она вся черная, а вот эта штука оранжевая, вполне круто. И обод тоже оранжевый. Во, вообще норм. Давайте купим эту хреновину. Ну и к такому товарищу тогда можно взять какой-нибудь маленький тракторочек. Тут, кстати, у меня пак еще польской техники есть, старый, если что. В общем-то, можно что-нибудь взять. Но, блин, я не знаю, МТЗшку, наверное. Тут много чего есть, МТЗ. Почему бы и нет? 81 лошадка, 34 километра в час катается. То это 35,80 лошадей. А у этого баг побольше. Но этот как-то выглядит посвежее. 23 тысячи. Ну, разница в деньгах, в принципе, не очень большая. Поэтому надо смотреть. Не, вот этот какой-то мультяшный что ли не нравится мне. В общем-то, берем того, который постарше. А почему бы и нет? Купить. Да. И вот это наше новое добро. Да, справа стоит арендованная техника для того, чтобы убрать первое поле. Тут топовый комбайн, грузовичок. Все нормально, в общем-то. Ну, вот это вот МТЗшка. И ладно, пойдет. Почему бы и нет? Но немножко разбавим. Сильно упарываться я на эту тему не буду, друзья. Для контрактных работ, в общем-то, пойдет. Так, друзья, прежде чем запускать работу, нам нужно приобрести сепаратор. Как я уже говорил, стоит он 95 тысяч. Мы сейчас немножко потратили денег, но контрактами мы все это дело отобьем без проблем. Но пока у нас денег на покупку нету, поэтому мы возьмем кредит. Чтобы у нас было 100 тысяч, надо же еще все-таки будет удобрениями заправить нашу новую сейлку. Поэтому покупаем вот этот наш участочек. Что такое сепаратор? Сепаратор занимается очисткой зерна. Туда мы засыпаем зерно, пшеницу, рожь или овес. И получаем очищенное зерно и отруби. Вместимость тут, правда, очень небольшая. 100 тысяч литров всего. Мне это не очень нравится. Можно было, наверное, побольше сделать. Ну да ладно. Сейчас, друзья, нужно записать маршрутик на вывоз этого всего дела на сепаратор. Так что давайте у нас Вальтер будет работать с этим делом. Поехали на поле и начнем. Маршрут мы будем писать вот оттуда. Поэтому нажимаем на кнопочку начать запись маршрута. Садимся, скажем так, в кабиночку. Что это за такая мертвая зона у меня? Офигеть, какая большая. Что за дела? Надо, в общем-то, что сбились настройки и почему-то мертвая зона по умолчанию 14%. Потому что руль вот так вот поворачиваешь, а он не поворачивается. Ну да ладно, это все лирическое отступление. В общем-то, начинаем мы запись маршрута и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok На этом запись маршрута мы прерываем и сохраняем его сразу же. Это у нас будет поле 07 сепаратор. В принципе, можно его сразу даже запустить по этому маршруту. Выбираем ему комбайн, который у нас будет ездить. Nova 330 и все, в общем-то, пускай ждет, пока он загрузится. Ну а нам же теперь тогда нужно поставить в работу комбайн. Поэтому поехали кнем его на поле. Генерируем маршрут для комбайна. У нас будет поле номер 7. Разумеется, поворотная полоса по кругу. Давайте, наверное, даже 5 полос будет. Косяк, в общем-то, основной у нас в том, что тот, кто будет убирать солому, не может ездить задним ходом. Потому что фуражный прицеп у нас сломающийся рамой. Там, в общем-то, будут косяки. Поэтому мы даже будем сглаживать углы, а не с разворотом. Надо, чтобы он проехал здесь 5 полос, чтобы далее трактор смог просто разворачиваться, который будет солому убирать. В общем-то, генерируем маршрут вот с такими настройками. Довольно-таки много ему, в принципе, здесь придется и кататься. Ну ладно. Запускаем его со стартовой точки немножко, разумеется, назад. И давай, друг, погнал. Ага, друг, только соломку, пожалуйста, это... Будьте добры. Давай. Сыпешь соломку? Сыпет соломку. Все, замечательно. Как-то ее здесь прям немного получается. Ну и ладно. Теперь же ставим в работу нашего Джонни. Он у нас будет собирать соломку и возить ее на сарай, сразу продавать. Но сперва, друзья, нам, как обычно, нужно сначала записать маршрут на вывоз. Поэтому делаем то же самое, начать запись маршрута и погнали. И на этом запись маршрута мы прерываем. Обзываем его как поле 07 солома прот. Этот маршрут у нас временный. Как только мы приобретаем хранилище, он нам будет не нужен. Поэтому, в принципе, я там без перекрестков все это дело записывал. Теперь же от нашей новой, от RSM-ки, мы копируем маршрут, по которому ездит она. Добавляем поле 07 солома прот. Ставим разные полевые работы и со стартовой точки запускаем. И все. Вроде как он должен убрать здесь соломку и все прекрасно будет работать. Мне вот, друзья, единственное кажется, у нас больше 100 кубов пшеницы здесь будет. То есть в сепараторе, ну, не хватит места на это поле. А хранить ее негде. Ну, в принципе, если что, продадим. Не проблема. Он на пекарню отправим. У нас маршрут есть. Там сплавим то, что лишнее будет. Потому что он едет все еще второй круг вокруг поля. И у него уже, получается, 13 кубов набилось. Вот что значит хорошо обработанное поле, когда оно и без сорняков, и удобрено, и все хорошо с ним. Ну что ж, друзья, давайте тогда приступать к нашим контрактикам. Первый, кого мы поставим работать, будут, разумеется, комбайны, которые будут это все дело убирать. И грузовичок, который все это дело будет возить на пекарню. Разумеется, с помощью фоллоуми мы везем их на поле. КОНЕЦ А это, кстати, будет весело. Потому что спускаться здесь с горки, блин, близко. А вроде как и не спустишься. И этот товарищ как-то не смог заехать. Да, у нас там написано, что трактор застрял. Дело в том, что просто он стоит за другим трактором. Тот ждет, пока комбайн наполнится. Сейчас он поедет его разгружать, и все будет окей. Ну, в общем-то, вот отсюда придется тогда ехать в объезд немножко на пекарню. Давайте тоже запишем для этого маршрутик. Мы его не будем даже сохранять. Он такой одноразовый будет. Останавливаем запись этого маршрута. И, в принципе, можно его даже запускать сразу. Только комбайн нужно поставить. CR 1090, который у нас тут рядом стоит. Давай, друг, со старта... А, ну ладно, можешь со стартовой точки ехать. Съезди, покатайся. Ставим в работу тогда комбайна. Тут можно даже просто взад-вперед его поставить, да и все. По полю ему ездить вообще не обязательно по кругу. Так что просто сгенерировать маршрут. И со стартовой точки его можно запускать. Нормально, погнал. А вот же ж скотина, он не разгрузился. Какого хрена, друг? Достигнут пункт разгрузки, и ты не разгрузился, а? Как это понимать? Он не дает здесь разгрузиться. Вот это новость. А, вот здесь можно разгрузиться. Но здесь я, видимо, хреново проехал, да? Не по этому триггеру. То есть я вроде как к нему подъехал, но вот так вот я не проезжал. Вот это вот засада на самом деле. А что это здесь триггер нынче стал? Так, не прикольно. Шесть тысяч за прицеп мы получаем. Надо маршрут переписывать тогда. Ладно, не вопрос. В общем-то, друзья, маршрутик я переписал. Поэтому запускаем все это дело еще раз. Сейчас это можно сбросить. Опять копируем маршрут новый. И добавляем новый соломопрод. Твою мать. И я забыл стереть старый. Ладно, мы сделаем вот так вот. Первый это старый, а второй это новый. Значит, первый мы стираем. И делаем эти манипуляции еще разочек. Смотрим. Ну, в общем-то, похоже на правду. Давай еще раз со стартовой точки тогда. Дадим фору небольшую комбайну и трактору. Кстати говоря. А вот это я вообще не понял, что произошло. На самом деле, по-моему, комбайн доехал вон до туда. И выехал для разгрузки. Только что-то как-то они не скоординировались в действии, как мне кажется. И поэтому занимаются какой-то ерундой. Ваша мать, что происходит с этим курсплеем? Не, фишка на самом деле прикольная. То есть, насколько я понял, он ехал вот по этой полосе, по которой он сейчас едет. Заполнился и выехал назад, чтобы, ну, типа, трактор не ездил по посевам, что ли. Как-то так, наверное, это работает. Ну, ладно. Хорошо. Допустим, так оно и есть. Но как-то они не согласовываются разъехались потом. А вот эти пацаны, кстати, в паре работать не хотят. Придется грузовичка разгружать вручную. Ничего страшного. В принципе, он довольно редко просит это сделать. И, кажется, я застрял. Вот зачем такие грузовики вообще существуют? Я не понимаю. Ну, ладно, я понимаю, они для американских хайвеев. Но зачем добавлять было их в эту игру, когда, блин, это вообще на любителя. Ладно, оставляем его тогда здесь. Будем следить за Нью-Холландом потом по инспектору. И когда понадобится, подъедем, разгрузим его. Тем временем, кстати говоря, вот этот товарищ уже съездил разгрузиться один раз. Боже, как здесь шумно около них. Отойдем. Открываем меню сепаратора. И здесь очистка зерна. Кстати, господа разработчики, если что, у вас здесь опечатка. Если вы вдруг смотрите это. Ну, ладно, это все такое. Соответственно, можно запускать это все дело. Начать. Тут вообще, да, можно выбрать камеру. Ух ты. Гавана как. Можно посмотреть на это дело. Прикольно. В общем-то, мы это все дело запустили. И по 5000 литров в час он будет перерабатываться. Это довольно маленькая скорость. Хотя за сутки он все переработает. Прикол, в общем-то, в том, что у нас на поле больше ста кубов будет. Поэтому придется много чего продать. У нас негде это дело сгрузить. У нас нет сепаратора своего. Точнее, не сепаратора, а элеватора. Поэтому придется все это дело продать. У нас-то, друзья, есть еще один товарищ, которого мы сегодня купили. Это МТЗ-шка и... Твою мать, я аж испугался, как он заводится. В общем-то, они в паре должны нормально будут сработать. Боже, как он тарахтит. Марка, модель КамАЗ-5320. Серьезно? Мне кажется, автор мода что-то напутал. Пачка примы лежит. Охрененно. В общем-то, для чего нам нужен этот трактор? Давайте его заглушим пока. А то, блин, он прямо очень громко тарахтит. У нас есть три контракта на удобрение полей. 27-е, 12-е и 34-е. Надеюсь, они не сильно разбросаны. 27-е, вот оно большое, находится около Соболева. 34-е, в принципе, тоже довольно рядом. И 12-е, ну, тоже не сказать, что прям капец как далеко. Поэтому давайте, друзья, в общем-то, поедем заполним нашу удобрялку. И поставим ее удобрять 27-е поле. Потом будем возвращаться, заправим удобрялку 34-е поставим. И, короче, вот так вот все круто будет. Заводим, в общем-то, эту шайтан-машину и погнали на нашу базу. Заправляем нашу удобрялку. Э, давай заправляйся. И, в общем-то, деньги закончили. Всего лишь 5000 литров мы заправили. Но этого должно хватить на удобрение поля. Или нам, может быть, начать с 12-го. Там точно хватит и сможем премию получить. Смотрите, на 7-е поле у нас ушло примерно 1000. 27-е, не сказать, что прям в 5 раз больше. Короче, хватит. Если не хватит, будет обидно. Но, я думаю, хватит. Погнали. Надеюсь, этих удобрений хватит. Генерируем маршрут на удобрение. Да, уж 6 метров, конечно, немного. Давай, друг, по кругу 3 раза ты съездишь и против часовой стрелки, да? Да, разумеется, со сглаживанием углов не удалось. А, я забыл поле выбрать. Я же лошара. Это у нас поле 27. Давай, сгенерировать маршрут. Во. Да, ты, конечно, долго будешь этим заниматься, но мы никуда не торопимся. Упс, погнал. Да, это будет долго. Зато, кстати, он 20 едет нормально. Аутентично, ёпта. Знаете что, друзья, он это поле будет удобрять 1 час 40. И, честно говоря, в нём немыслимо большой расход удобрения идёт. И это, в общем-то, очень сильно невыгодно. Мы заплатили 10 тысяч за эти удобрения. Он потратил практически 20%. Ни хрена толком не сделал. 5% поля сделал. Эти 30 тысяч идут вообще вмиг. Так что, идея была интересная, но, знаете, она экономически очень сильно невыгодна. С помощью этого трактора что-либо делать. Поэтому контракты будем делать с нашей техникой, нашими удобрялками. С другой стороны, можно, конечно, попробовать цепануть на МТЗшку нашу удобрялку. Но мне что-то подсказывает, что он её тупо не потянет. Поэтому, друзья, эту идею мы откладываем немножко на потом. Тем временем у нас Нью-Холланд закончил свою работу. Поэтому можно его разгрузить и поехать отвезти на пекарню то, что нам сказали тут отвезти. То есть, этот самый подсолнечник. Слушайте, он очень медленно тормозит. Давайте-ка снимем с маршрута Нью-Холланд, чтобы у нас курсплей не забагался. Мы сразу же этот контракт закончим и прерывать. Да? Окей. Стою, стой, выгружай, выгружай. Двигатель в нём можно заглушить. В общем-то, всё складываем. И всё. Поехали, отвезём. Так, здесь вроде как надо другой бор, да? Во, точняк. Так себе прицепчик, а зато он мне вообще не нравится. И посыпались нам денежки. И причём нормально нам тут сейчас прилетит. 19,5 тысяч излишки подсолнечника, в то время как сам контракт стоил 12 тысяч. В общем-то, вообще 9 даже. Отлично, собираем. И у нас есть 30 тысяч, за которые можно купить бак удобрений. Знаете, по количеству собранного урожая, мне кажется, может быть и... Сколько тут у нас собрано? Половина, да? Не, половина только собрана. И это... А это, кстати, около 50 тысяч пшеницы. Давайте карту откроем, отсюда удобнее будет. Ой, да, примерно половина у нас убрана, даже больше половины, я вам скажу. То есть всё-таки весь сепаратор влезет, это всё дело. Ну и хорошо. И на этом, друзья, уборка поля у нас закончилась. Солома почти убрана. Давайте-ка вызовем транспорт и отправим его на разгрузку. Он вроде как должен сейчас подъехать. Только я смотрю, он не особо торопится. Давай, прерываем маршрут. Отъедем немножко, потому что он, скорее всего, не успел остановиться после последней разгрузки. Нажимаем на кнопочку вызвать транспорт. Сейчас он сюда подъедет. Боже, какой конченый всё-таки этот курс плей на 19 ферме. Ни хрена пока нормально не работает, вот так как это было в 17 ферме. Это просто ужасно на самом деле. В общем-то, у нас получилось два прицепа по 31 кубу и плюс ещё 19 кубов. Меньше сотки, в общем-то, сепаратор мы полностью не забили. Маршрут этот можем сбрасывать и поехали поставим комбайн на базу. Давайте откроем меню нашего сепаратора. Смотрите-ка, привезли туда сейчас 53 куба и 6 уже переработалось. Ну, я так понимаю, они как-то пополам перерабатываются. То есть, да, 60 кубов туда было завезено, ну, с копейками. В общем-то, до утра он это всё сделал. Не до утра, а до следующей уборки. А нашего Джонни тоже отправляем на разгрузку, потому что солому он всю убрал. 55 кубов у него ещё он в кузове лежит. Сейчас он поедет, это продаст и посмотрим вообще, что у нас сегодня получилось. Соответственно, у нас там все разгрузились, трактора едут обратно. И давайте пока что подведём небольшие итоги. По контрактам у нас остаются висеть эти три контракта. Друзья, мы проведём стрим всё-таки после этой серии. Когда-то на выходных, в общем-то, следите за новостями, что называется. Занимаемся контрактами, возьмём ещё каких-нибудь вон удобрений. 26-е поле, почему бы тоже вот не взять. 35-е удобрить. Короче, денежку позарабатывать можно. Она нам всё-таки нужна. Плюс продали урожай мы на 41 тысячу. Это сколько там, 17, по-моему, тысяч было за подсолнечник. Всё остальное за солому. Тоже неплохо. Кредит у нас 45 тысяч, и можно его весь выплатить. И остаётся 468 евро. Вот это горе мы, наверное, продадим в следующий раз. Может на стриме. Что-то как-то меня вообще не впечатлило. Нахрен эту всю ржавую хрень. Мне вообще как-то не понравилось. Посмотрим ещё с остальным. Может быть, попробуем эту идею провернуть только жидкими удобрениями. Потому что жидкие удобрялки здесь тоже какие-то есть. Сипсельмашевская, например, 17 метров. Нормально она будет распылять, мне кажется. Посмотрим, попробуем, наверное. Не знаю, ничего не обещаю. Но сегодняшний эксперимент вот с этой вот хреновиной оказался очень неудачным. Так что, друзья, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, конечно же, чтобы не пропустить следующие серии, чтобы не пропускать стримы. Не пожалейте, пожалуйста, лосиков, ведь вам не сложно, а мне будет приятно. И это мотивирует на создание новых серий. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу нашего развития. Предлагайте свои идеи. Всегда интересно всё это дело почитать. На этом, друзья, я с вами прощаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.